МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра всех горожан приглашают на субботник. Новые сорта ягод, овощей и цветов представили на ярмарке. В торговых рядах у ДК имени Чкалова садоводов ждут и завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время масштабного ремонта дорог этим летом подрядчики заменят не только асфальт, но и светофоры. Причем установят электронные регулировщики, сделанные в Новосибирске. Светофоры антивандальные и экономичные, работают даже при отключении электричества. На производстве побывал Михаил Якимов. Одно из главных достоинств такого светофора – экономичность. Его мощность меняется в разное время суток. В разгар дня он светит на 80%. Чтобы сигнал было хорошо видно, даже при очень ярком солнце. Утром и вечером – на 50%, а ночью – на 10%. Этого достаточно, чтобы быть заметным для водителей и при этом их не слепить. А в итоге экономия больше 40%. Энергоэффективные светофоры – находка для городского бюджета. Они уже зарекомендовали себя в Новосибирске. Летом такие же появятся на восьми перекрестках. Разработали и собрали эти светофоры на маленьком предприятии в Зайльцовском районе. Новые светодиодные с защитой от вандалов и современной электронной начинкой. Подрядной организацией по ремонту дорог все преимущества уже оценили. Ставили очень много всякого оборудования. Разного. Очень понравилось. Качественно. Красивое. Намного проще устанавливать, во-первых. Не надо кучу кабелей тянуть. То есть один кабель там тоненький такой провел. И все. И оно все работает. Продукт на предприятии постоянно улучшают. Сейчас придумали светофоры с аккумуляторами. Таким даже перебои с электричеством не страшны. А еще за ними можно следить в режиме онлайн. У любой линзи неисправной мы тут же видим из печи сигнал. Причем мы видим сигнал, что на перекрестке таком-то светофор номер такой-то, линза номер такая-то, то есть красная или зеленая. Там вышел из строя, допустим, включающий ключ. Или там наоборот, ну еще что-то. Мэр знакомится с возможностями инновационного производства и интересуется, смогут ли делать больше светофоров. Ведь в Новосибирске многие устаревшие нужно менять. У нас 400 светофорных объектов, объектов-то перекрестки. Из них оснащено светодиодами только половина, ну чуть больше половины. То есть нам еще много надо работать, потому что это и надежность, это питание, потребление, это безопасность. Сейчас на предприятии могут собрать до 100 светофоров в год. Но если понадобится выполнить большой заказ, объем работ готовы увеличить. Главное, местные светофоры дешевле. Один стоит от 20 до 40 тысяч рублей. Михаил Якимов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Представители многочисленных национальных диаспор предложили Анатолию Локтю выставить свою кандидатуру на выборы губернатора. Главы этнических сообществ сегодня обратились с этой просьбой к мэру. Представители национальных диаспор заявляют, сейчас городские власти активно поддерживают все начинания и проекты Ассоциации Содружества. Так в марте масштабно отпраздновали Навруз. Без личного участия Анатолия Локтя и муниципального гранта торжества не состоялись бы. Сейчас в городе внимательно следят за национальной политикой и работают на поддержание межэтнического мира и согласия в Новосибирске. Взаимодействие на высоком уровне, он перестали следить за развитием национальных культурных национальных городов Новосибирск. Во всех мероприятиях он у нас принимает участие, поддерживает нас во всех наших начинаниях. Мы настоящую поддержку получили именно после того, как он был избран мэром город Новосибирск. Если он выиграл пост губернатора Новосибирск, то поддержка со стороны губернатора будет для национальных культурных национальных городов Новосибирск будет лучше. Студенты колледжа и бойцы трудовых отрядов, активисты молодежных центров Ленинского района вышли сегодня с граблями в сквер имени Гагарина. В преддверии городского субботника молодежь решила навести порядок в одном из любимых мест отдыха. Вероника Иванова продолжит. Бексултан приехал из Иркутской области. Второй год учится в нашем городе. Сквер Гагарина успел полюбить. Здесь и прогуляться можно после занятий и почитать в тени деревьев. Поэтому молодой человек считает немного поработать граблями в такой солнечный день и приятно, и полезно. Это вот именно скорее как патриотизм, что ли, когда ты понимаешь, что ты должен что-то сделать для города и не чисто, как для галочки, а для… чтобы тут было хорошо. Больше сотни человек вышли в сквер сегодня. Но убирать мусор и сухие листья в зеленых зонах Ленинского района начали раньше. Территория большая, за один день это не уберешь. И мы давно уже этим занимаемся. Коллективно сообща. А сегодня мы здесь стоим в сквере Гагарина. Это уже старая добрая традиция. Здесь работает молодежь, вузы, колледжи. Здесь представители налоговой службы. Очень много осознательных людей, которые знают, только мы сами сможем убрать наш город, наш район. Сквер популярный. И у молодежи. Рядом много учебных заведений. Здесь проводят праздники и для жителей ближайших домов. Гуляют пенсионеры и мамы с детьми. Трудовой десант уже не первый год помогает содержать зеленый уголок в чистоте. Сквер назван в честь Юрия Гагарина. Есть здесь и тематический арт-объект. Поэтому ребята не только собирают старую траву и сухие листья, но и краской обновляют изображение на этой кирпичной стене. Самые активные молодые новосибирцы продолжат уборку здесь и в других парках и скверах завтра на общегородском субботнике. Вероника Иванова, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Акция «125 добрых дел» открыла весеннюю неделю добра в Новосибирске. Участники будут помогать пожилым людям проводить благотворительные пикники, высаживать деревья. Самые-самые разные проекты. Поэтому цель наша ребят как бы возбудить к той деятельности, чтобы им стало интересно заниматься добровольчеством. Всем участникам выдают дневник добрых дел. В них молодежные организации будут фиксировать работу. Лучших наградят, а добрые дела внесут в большую книгу. Основные участники молодежной организации, но добрые дела может совершать любой. Например, фотографам предлагают проводить благотворительные сессии, а кто-то может просто посвятить свой выходной ребенку, оставшемуся без родителей. Не обязательно надо быть в какой-то некоммерческой организации, не обязательно там заниматься профессиональным добровольством. Можно просто проникнуться вот этой идеей, включиться в какой-то проект и сделать какой-то кусочек, свое доброе дело и улучшить наш город, улучшить наше общество. Жимлость, которая не осыпается, и садовая земляника, которую можно выращивать на подоконнике и есть до Нового года. Эти и другие культуры можно купить на ярмарке для садоводов у Дворца культуры имени Чкалова. Семена и саженцы привезли более ста предпринимателей. Здесь и новинки новосибирских селекционеров, и культуры из соседних регионов. Александра Медведенко выяснила, что пользуется наибольшим спросом у дачников. Погода в Сибири наконец-то стала стабильно весеннее. Дачные сообщества открывают двери для своих резидентов. Около ДК Чкалова в течение двух дней будет работать садовая ярмарка, где каждый желающий может обновить свой дачный ассортимент. С самого утра много людей. Некоторые покупатели пришли раньше продавцов. Оно и понятно. В выходные стартует дачный сезон. Скажите, что ищете? Конкретно ничего не ищу. То, что мне понравится, то я... Я стырею ищу. Я ищу сырьеву. Уже тронулися в руки, я могу... И турю. Понимаете, неверно я просто... Конкретно. Сейчас больше всего берут лук, потому что его надо в холодную землю садить, чтобы корневая система была устойчивая и к болезням, и сильная. Если позже посадить, то оно пойдет в перо, а корни будут плохие. Барнаульские саженцы на ярмарке – популярный товар. Алтай выставляет свою продукцию на садовом рынке более 60 лет. Развитие агрокультуры сейчас больше направлено на устойчивость растений, нежели на вкусовые качества. Ну, мы давно уже сюда товар свой возим. Поэтому, не потому что там как-то у нас торговать негде или... Просто у нас этого очень много. Новые сорта, да, они же с каждым годом более усовершенствованы. Если раньше жимолость была осыпающая, теперь мы уже привезли новые сорта, которые не осыпаются. Есть здесь рассада и для ленивых дачников. Нынче у нас новая Виктория с розовым цветком. Особенностью ее является то, что она может расти в комнате до Нового года плодоносить, на балконе, на лоджии. Посадили и только ягодку убираете, ничего не делаете больше. Луковицы, рассада, семена и кустарники. Заядлым дачникам есть из чего выбирать. Работать ярмарка у ДК Чкалова будет еще и в субботу с 10 утра до 6 вечера. Александра Медведенко, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Столетие комсомола в Новосибирске отпразднуют под лозунгом «Комсомольцы-добровольцы». Напомню, этот год в России объявлен годом волонтера. В честь юбилея главной молодежной организации времен Советского Союза в Новосибирской подземке оформят экспозицию в одном из вагонов поезда музея. 22 июня на набережной устроят акцию «Рассвет без войны». Ее откроет стилизованная площадка съезд в ЛКСМ. В августе автопробег проедет по комсомольским стройкам Новосибирской области. А в конце мая скверу у театра «Глобус» торжественно присвоят новое имя. В мае месяце состоится официальное мероприятие, посвященное названию «Тострик-сквера» в честь строя отрядов. И в современные уже строя отрядовцы будет такое закладывание капсулы, в которые они напишут свои послания уже комсомольцам, добровольцам, строя отрядовцам будущего времени. Библиотеки Новосибирска сегодня будут работать до позднего вечера. К фестивалю «Библионочь» присоединятся практически все книгохранилища города. В ГПНТБ сегодня покажут научный спектакль, проведут посетителей по подземному книгохранилищу, научат японской каллиграфии и не только. Это не просто место, где собраны книги. Само здание – одна из главных достопримечательностей Октябрьского района. Что общего у крупнейшего книгохранилища за Уралом и библиотеки Нью-Йорка? И как находит издание для отдела редких книг? Об этом Анна Протоковила в рубрике «Новосибирск на экране». Одна из старейших библиотек России и крупнейших в стране и мире. Сегодня в государственной публичной научно-технической библиотеке «Суран» около 14 миллионов единиц печатных изданий. Свою историю она начала в Москве в 1918 году, а в 1966 для нее построили здание в Новосибирске. Над проектом работал целый коллектив архитекторов. По задумке, здание должно было состоять из трех частей, но возвели только центральную. На два дополнительных крыла попросту не хватило денег. Изначально построить библиотеку планировали в Академгородке для ученых, но все же выбрали базарную площадь в Октябрьском районе. Тогда здесь были торговые ряды. Новое здание определило будущее этой части Октябрьского района на десятки лет вперед. ГПНТБ – это в первую очередь, скажем так, такая ода железобетона. Архитекторы, собственно, такую задачу и ставили – сделать объект массивным, таким вот цельным. Все, что мы видим сейчас вокруг, все это равняется на ГПНТБ в плане, например, линии застройки, улицы также. Пять этажей вверх и четыре вниз. Подобных проектов в те годы в Новосибирске не было. Многие идеи архитекторы во главе с Анатолием Воловиком заимствовали. Так подземное книгохранилище сделали, по примеру, научной библиотеки Нью-Йорка. На экскурсиях в его нижнюю часть всегда аншлаг. Много лет есть вера, надежда и все-таки опасения, что здесь водятся и привидения, и какие-то странные падения книг. То есть что-то неописуемое и непредсказуемое здесь существует. Еще одну идею архитекторы позаимствовали в Москве на Центральном телеграфе. Там была похожая пневмопочта. Она проходит через все здание и нужна для связи читальных залов с подземными книгохранилищами. Подъемник для книг работает до сих пор. Проходит несколько минут, и вот уже необходимая книга из подземных хранилищ поднимается в читальный зал. В ГПНТБ хранят издание, которому уже 700 и более лет. Достать столь редкие экземпляры – целая история. Иногда посещаешь одних и тех же людей в течение нескольких лет буквально, а потом проходит какое-то время, они тебя встречают. Слушай, мы вот тут у себя в чулане посмотрели, где-то в каких-то там загашниках, обнаружили такую книгу, она интересна будет. Открываешь ее и прямо, что называется, садишься от уземления. ГПНТБ была рассчитана на 6 миллионов экземпляров издания, но этот рубеж давно перешагнули. Библиотека обязана хранить хотя бы один экземпляр любой научной книги, изданной в России. Места уже не хватает. Еще в Воловиком было предусмотрено строительство второго крупнейшего здания, как бы на перспективу строительства еще одного книгохранилища. Но вот, как мы знаем, строительство не случилось, а на самом деле оно сегодня требуется. Печатная книга сейчас не столь востребована читателями, но это монументальное здание, пожалуй, всегда будет привлекать внимание новосибирцев и гостей нашего города. Анна Протоковила, Данил Смирнов, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Пять игроков мини-футбольного клуба «Сибиряк» стали тренерами. Они возглавили команды на любительском турнире. В качестве игроков на поле вышли болельщики. Репортаж Александра Потенихина. На один вечер тренерами пяти любительских команд стали профессиональные мини-футболисты. Иван, один из счастливчиков, выиграл в конкурсе. Футболист-любитель получил возможность играть под руководством спортсменов из команды «Сибиряк». Отлично, положительно, море эмоций. Ну, не рассчитывал, вообще, как всегда, случайно, там, репосты тут сделал. Очень приятно со всеми познакомиться, чему-то поучиться, потому что постоянно в любительских турнирах играю. Потом в дальнейшем, надеюсь, мне это поможет. У нас был тренер Жуан. Передал именно упор был на тактические занятия, как позицию занять при тех или иных ситуациях. Новоявленные тренеры волнуются за команду, ведь на кону профессиональная репутация. Пока ничего хорошо, команда, пока все нормально, контроль, 10 минут очень быстро, да. Сейчас, по-моему, команда один-один, самая аккуратная. Пока, я думаю, я говорю, наши ребята, дрибли и удары на ворот, потому что, если гол, маленькая площадь, я думаю, с два-один, наша игра. Хотя турнир и товарищеский, проигрывать никто не хочет. На поле серьезная борьба за мяч. Спасать от острой контратаки приходится, рискуя получить травму. Перед турниром футболисты «Сибиряка» провели для своих подопечных тренировку. Примитивной схемы «бей и беги» нет. Тактика, как в профессиональном футболе. Да, конечно, был разбор, накрывать воротаря пятого игрока с правой ногой. И все, а так особенно ничего. Хочется себя показать с особенной стороны как-то в этот момент, когда тобой руководят такие профессионалы. В мини-футболе, в отличие от футбола большого, на поле пять человек. Главное, как говорят спортсмены, чтобы эта пятерка стала настоящей командой. Здесь, наверное, как и в любом деле, в любой профессии, также в футболе здесь мелочей нет. А главное все равно, я считаю, коллектив. Также в любом бизнесе, в любом какой-то другой сфере. Если коллектив все слажен, он объединен одной целью и двигается вперед. Несмотря на нокаут страстей в этом турнире, проигравших нет. Ведь играть в команде под руководством кумиров – это уже победа. Александр Потенихин и Данил Смирнов. Новосибирские новости. На этом наш выпуск завершен. До свидания.